Ультразвуковое исследование. Сегодня это широко известная и всем нам знакомая медицинская процедура. УЗИ при беременности – это строгая необходимость. Это исследование даёт очень много важной информации для врачей и, конечно, приоткрывает завесу тайны для родителей. Не навредит ли УЗИ будущему малышу? Что можно увидеть на УЗИ неспециалисту? Какие заболевания или патологии можно выявить? Об этом сегодняшний разговор. Родить здорового ребёнка – естественное желание каждой беременной женщины. Но, к сожалению, даже абсолютно здоровые супруги не могут быть уверенными, что у новорождённого малыша не сформируются врождённые патологии и не возникнут генетически обусловленные заболевания. Но в современной медицине имеются технологии, которые позволяют врачам ещё на этапе внутриутробного развития ребёнка выявить у него эти опасные признаки. Вообще, пренатальная диагностика – это дородовая диагностика, которая нацелена на определение у плода каких-либо врождённых патологий, а также хромосомных аномалий, а также наследственных болезней, которые мы можем выявить при помощи этой пренатальной диагностики на сегодняшний день. Надо признать, что надежды на счастливое материнство не всегда оправдываются. В некоторых случаях новорождённые действительно имеют врождённые заболевания. Скрининг в первом и во втором триместрах беременности как раз позволяют их определить. Существуют инвазивные и неинвазивные методы пренатальной диагностики. Инвазивные методы пренатальной диагностики проводятся с 10 недель до 21 недели. Своевременное проведение скрининговых обследований даёт возможность определить большой спектр патологий плода и увидеть ультразвуковые признаки хромосомных аномалий. В нашей консультации мы проводим диагностический амниоцентез на 16-17 неделе. Под контролем УЗИ мы берём на исследование околоплодные воды путём укола через переднюю брюшную стенку женщины с заходом в амниотическую полость у плода. Получаем определённое количество амниотической жидкости, это 11 мл, которые никак не сказываются на общем объёме околоплодных вод. И дальше эти воды отправляются в РНПЦ мать и дитя, где и делается соответственный анализ. При помощи этого анализа мы определяем хромосомные заболевания, наличие хромосомных заболеваний у плода, а также некоторые наследственные болезни, которые мы можем определить путём определения ферментов в амниотической жидкости. А также можем иногда провести ДНК-диагностику некоторых наследственных заболеваний, для которых она разработана. За годы существования методы пренатальной диагностики доказали свою эффективность и многим пациенткам помогли избежать нежелательных последствий. Пренатальная диагностика инвазивная у нас существует на базе нашего центра практически с самого открытия её. С 90-х годов мы уже активно делаем амниоцинтезы, и информативность их очень высокая – 99,9%. Многие пациенты очень боятся риска выкидыша при проведении этой процедуры, но риск выкидыша составляет 0,5%. Плюс к тому риску, который имеет каждая беременная в течение всей беременности – это 5%. Итого общий риск получается где-то порядка 5,5-6%. Показания и необходимый объём обследования в каждом конкретном случае определяет, конечно, врач. И только врач сможет разъяснить, о чём свидетельствует заключение лаборатории. При проведении этой процедуры иногда возникают сложности с её интерпретацией. Поэтому мы подбираем всегда нужные слова для беременных, для того, чтобы пытаться им объяснить, что мы в конечном итоге находим. Может быть, это будет заболевание какое-то у плода, да? И пациенту при наличии патологии необходимо будет принять решение, сохранять ему данную беременность или нет. Нас в гостях сегодня Артур Аркадьевич Усандра, врач ультразвуковой диагностики, медико-генетической консультации нашего Витебского областного клинического диагностического центра. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня, Артур Аркадьевич, мы с вами поговорим об очень важной процедуре, которая необходима беременным. Мы именно будем говорить о беременных женщинах. Об УЗИ, которое необходимо при беременности. Ну вот прежде чем мы, может быть, перейдём к каким-то более узким вопросам, мне очень хотелось бы, чтобы вы немножко порассуждали, объяснили нашим зрителям, вот ваша специальность – врач-УЗИСТ. Ну это не совсем правильно, да? Так говорят, врач-УЗИ диагностики, да, специалист. И врач, не знаю, любой другой медицинской специальности, акушер-гинеколог, терапевт, риноларинголог – это разные специальности. Те специальности лечат. Ваша специальность ставит диагноз. Вот скажите, как вы относитесь к своей специальности? Почему вы её выбрали? Насколько она кажется вам важной? Да. Ну давайте будем рассуждать так, что у каждого пути есть начало и есть конец. Так вот, диагностика, она именно тоже начало и есть. Без начала конца не будет. Лечение без диагностики никуда. И то, что касается метода ультразвуковой диагностики, он как раз стоит в самых первых рядах, благодаря своей именно безвредности, распространённости, удобства использования, ну и информативности. Наверное, другого такого метода не существует. По крайней мере, если касается вот моей специальности по беременным женщинам. Альтернативы просто нет. Вот мне сказали. Ещё не будет долгое время. Да. То есть это вот такой метод, который вот именно для беременности, вот прям супер. Да. Вот представьте картинку. Вот мы видим беременную женщину. Мы знаем, что внутри неё находится человек. Мы его не видим. Мы про неё вообще ничего не знаем. Мы, ну вот, допустим, даже родители пытаются, мечтают дождаться рождения ребёнка, чтобы посмотреть. Ну да. Чтобы увидеть его внешне. Какое? Да. Доктора тоже хотят увидеть его внешне. Но истинная мечта – увидеть его изнутри. И это всё равно невозможно после рождения. Ну конечно. Опять-таки мы прибегаем к методу диагностики, опять-таки к тому же самому узи. Теперь возвратимся к пренатальной диагностики. Стоит нам приставить датчик, и мы тут же видим всё. И внешне, и внутренне. И поведение, и состояние, и самочувствие. Всё. Всё, что нам нужно. Мы имеем ответы на все вопросы. А потом уже, после нашего заключения, начинается лечение. Если оно лучше. Судите сами о важности. Конечно. Ну конечно. Можно начать лечение без диагноза. Предположительно, да. Это было… Ну я ещё как бы застал, когда ещё было мало. Нераспространённые. Вот разуковые исследования. Мало аппаратуры было. И, в общем-то, да, возникало очень много вопросов, в принципе, с которыми и сейчас женщины приходят. Они сейчас актуальны, но просто приходят после осмотра участковым экшер-гинекологом без УЗИ. Вот это, то бишь, проблемы с шевелениями, проблемы с болями, с выделениями. Большой набор веса. Мало. Недостаточно быстро растёт живот. Какое-то положение плода. Да, низкое расположение плода. То есть на все эти вопросы можно получить конкретный и точный ответ. Да, не догадываться пальцем в небо. А вот чётко увидеть и чётко проработать. Та же вот проблема повсеместная. Икание плода. Да. Тоже. Но это всё относительные вещи, на основании которых мы можем заподозрить что-то, что волнует акшера-гинеколога. А мы можем просто расставить все точки. Что это поведение, а это плохо. Слушайте, очень интересно. И вообще то, о чём вы говорите, безусловно, интересно сегодня вот каждому, кто нас смотрит. Потому что есть мамы, которые уже родили детей, и они прекрасно помнят себя беременными. Я не знаю, бабушки. Есть девочки, которые понимают, что когда-то они родят. Да папы. Всем это не всё равно. Любопытно это каждому. Вот это точно. Любопытно это каждому. Скажите, вот главная цель УЗИ – это поставить диагноз для того, чтобы дальнейшую стратегию выработать? Или нет? Ну, конечно. Как я уже говорил, УЗИ – это, в общем-то, наше окно в мир ребёнка. Ребёнок раскрывается нам полностью. Мы видим его строение. В принципе, это первая наша цель – это увидеть строение плода. Потому что плохое строение – это означает перемена тактики ведения беременности. К сожалению, некоторые беременности являются нежизнеспособными плодами. Такое тоже есть. Вот поэтому это стоит на первом месте. Анатомия плода в любом случае. Потом уже на втором месте стоит функционал, то бишь его состояние. Как плод себя чувствует, как растёт, как развивается и всё такое прочее. То есть вся эта информация у нас есть. Всё это мы можем увидеть, в общем-то, не сходя с места. И сделать выводы о том, что будет дальше. Таким образом, да. Таким образом, наше заключение помогает выработать или изменить тактику ведения беременности. Назначить или отменить лечение. Ускориться с родоразрешения. Вызвать своевременно бригаду специалистов для экстренной помощи больному ребёнку, который рождается. То есть вот это и есть наша цель, и для этого мы работаем. И всё, конечно, направлено на то, чтобы ребёнок, который родится, был здоров или вовремя... И жив. В том числе и жив. Потому что некоторые дети, на самом деле, нуждаются в специализированной помощи и в Минске. Сразу. То есть они уже рожают, едут в Минск. Сразу. Да, направляются по нашим диагнозам. Чтобы человек родился и вырос здоровым, жизнеспособным, хорошим. Я вынуждена вас остановить, потому что сейчас мы посмотрим нашу рубрику «Разрушители мифов», а потом мы продолжим нашим разговором. Миф первый. Если женщина правильно подберёт партнёра, внешность ребёнка можно спланировать заранее. Ну, скорее миф, чем правда. Потому что всё-таки генотип ребёнка на 50% состоит от маминых генов и 50% от папиных генов. Поэтому внешность как раз-таки может определяться женским набором. А характер останется от папы. Очень хочется, чтобы ребёнок был похож на папу, но, к сожалению, это не всегда возможно. Миф второй. Во время беременности женщине нельзя окрашивать волосы. Стоит отказаться и от косметики. Очередной миф. Поскольку, да, возможно, когда мы говорим о очень ранних сроках беременности, то краска имеет в своём составе аммиаки, какие-то другие вредные вещества. И вдыхая их, когда проводится окраска, может теоретически как-то повлиять на формирующегося плода. Но это очень маловероятно. Но, тем не менее, до 12 недель беременности, когда ещё возможно влияние атертогенных факторов на формирующийся плод, возможно, лучше этого избежать. То же самое касается любой косметики. Препараты, которые мы наносим на кожу, на волосы, на тело, они с очень малой долей всасываются в крови, поэтому не оказывают никакого отрицательного действия на плод. Кроме того, плод защищён плацентой, которая является барьером между кровью мамы и плодом. И она не позволяет проникать вредным веществом к плоду. Миф третий. Если во время беременности женщина получит ожог, то у родившегося ребёнка на этом же месте будет родимое пятно. Ну, это очередной миф, стопроцентный, не имеющий под собой никакого медицинского основания. Родимое пятна детерминируются генетически и уже на очень ранних сроках. Мы, конечно, этого не знаем, но если пятно будет, оно будет. Оно определено набором генов какой-то поломкой конкретным маленьким генам. Миф четвёртый. Беременным нельзя ходить на каблуках. Так организм тратит слишком много сил. Ну, женщинам очень нравится ходить на каблуках. И ортопеды никому не рекомендуют постоянное ношение высокого каблука. Высоким он считается, если больше 4 сантиметра. Но и беременным женщинам тоже не рекомендуется ношение каблука, высокого каблука. Вся тяжесть тела переносится на передний свод стопы. От этого нарушается микроциркуляция, возможно, отёки, возможно, развитие варикозного расширения вен. Страдают коленные суставы, страдает позвоночник. Отсюда могут появиться боли. Миф пятый. Беременным нельзя загорать. Это опасно для плода. Это миф. Поскольку, если беременная, будет придерживаться всех рекомендаций, которые, ну, везде, наверное, все слышали о том, что загорает лучше в утренние часы, пользоваться кремами, которые с СПФ-защитой. А если беременная будет в панаме, в шапочке, что исключить тепловой удар, то почему нет? Другой момент. У беременной очень выраженный гормональный фон. И иногда, не всегда, но в некоторых ситуациях у некоторых людей могут неправильно восприниматься кожей солнечные лучи, и это вызовет усиленное образование пигмента на коже в области щёпка, имых губ. Но если такая ситуация есть, то просто, идя в магазин, получая солнце где-то по дороге на работу и с работы, это всё равно обязательно у беременности случится. Артур Аркадьевич, мы с вами возвращаемся в студию к разговору про УЗИ для беременных. Мы, в общем-то, поняли уже из того, что вы нам говорите, насколько важно УЗИ для будущего ребёночка, для того, как он растёт, как он развивается ещё внутри мамы. А насколько важно УЗИ маме? Нужно ли оно для мамы? Это зависит от её понятия, от изначального настроя, к чему она шла, когда пыталась забеременеть, когда забеременела, чего она ожидает. Естественно, если учесть, что патологии всего 5%, то 19 из 20 детей будут здоровы. Слава богу. Да, поэтому каждый человек, ну это обычное нормальное явление, думает, что меня это не коснётся. Ну, к сожалению, на это попадаются очень многие, причём не обязательно какие-то предпосылки нужны. Это даже чаще случайные явления. Где-то случаются поломки. И люди, которые попадались, они уже для себя до конца осмыслены, насколько важно это. Да. Кто-то попался поздно, тот уже знает, что нужно всё делать вовремя. Да. У кого-то вообще плохой результат. То есть те люди, да, но они, к сожалению, естественно, замыкаются в себя, они не делятся этим. Люди склонны делиться радостью. А вот такие ситуации остаются с ними, и поэтому вот это осознание необходимости для самой женщины у нас распространённое, конечно, явление, но не повсеместно. Иногда, конечно, видишь, особенно вот женщины с районов приезжают, что просто всё равно. Да. Но они этого просто послали. Они просто не знают, да, они не... Нет осознания, просто нет осознания, они не знают того, что может быть. Поэтому и задаются вопросы по поводу... Много вопросов задаются по поводу будущего ребёнка, на которые ответов просто нет. Просто если бы ты не занимался приноталкой, ты бы, наверное, ответил. Но поскольку ты много видел, то ответов нет на эти вопросы. Поэтому так важно соблюдать вот эти сроки, да, скринингов, вот как положено, как велено, потому что не попал вовремя, допустим, там, пропустил первый срок, если пришёл только на второй, могут быть сделаны какие-то неправильные выводы или не такие, да? То есть это всё очень важно для здоровья всех. Давайте по срокам немножко подбежимся. Давайте поконкретнее. Ну, в наших приказах Минздрава определены конкретные декретированные сроки для ультразвукового исследования женщины и плода. они учитывают множество обстоятельств, поэтому именно определены такие. Значит, первый срок – это 11-14 недель. С 11 по 14 нужно прийти вот в этот промежуток. С 11 по 14 недель, совершенно верно, в промежуток. Но лучше, конечно, 12. Опять-таки, есть свои нюансы, потому что придёшь раньше, попадёшь на переделку через неделю. Когда придёшь позже, уже не проведётся биохимический скрининг, который даёт дополнительную информацию. Опять же, на неделю. Неделю раньше на повтор, неделю позже. Ну, вот как-то дважды. Лишаешься биохимии, да. Лучше соблюдать серединку 12 недель. Что мы можем в 12 недель? Опять-таки, смотрим анатомию. При наличии грубой патологии плода беременность приходится прервать. Ну, к сожалению, так. Такие вещи бывают. И так как у нас, именно у нас эти сроки, мы это видим достаточно часто. Хорошо. Не пришла женщина в 12 недель, а пришла в следующий раз. Когда в следующий раз положен? В 18-21 недель. Вот пришла она в 19 недель. Если она попала в число 19, то всё хорошо. И то, что не сделали УЗИ, ей никакого вреда не несут. То есть ничего, что там не увидели. Вот зря вы это сказали по телевизору. Если она попала в эту единицу, в одну из 20 женщин, то, конечно, ей не повезло. То уже сроки упущены. И уже ничего снова идёт. Да, конечно, существуют и дальше радикальные какие-то методы, но они гораздо уже хуже по последствиям, по самой процедуре. То есть если что-то не так, а это узнается только на 19 неделе, то уже с этим сделать будет невозможно. Нет, возможно ещё что-то сделать, но это уже будет гораздо хуже. Тяжелее. Тяжелее. И морально, и физически, и по последствиям. 18-19 недель – то же самое. Смотрим анатомию, уже функционал плода. Что такое функционал? Как двигается? Функционал, да, совершенно верно. Это как вот частые вопросы, как развивается. Как он развивается. То есть сюда входит его рост в соответствующий срокам, его, совершенно верно, его двигательная активность, его кровотоки плода, тоже смотрится по УЗИ. Рост пара околоплодовых структур, то бишь матки, шейки матки, плаценты. Это и составляет вот его мир. Он такой небольшой, но достаточно важный. А вот скажите, мне кажется, на этом сроке, ну, может быть, на более позднем, вот, ну, я не знаю, начинает происходить самое интересное. Ну, во-первых, да, вот приходит женщина на УЗИ. Ну, конечно, сначала все так немножко волнуются, как там, ну, вот вроде доктор начал смотреть, вроде бы, вроде все неплохо. И дальше начинается. А кто у меня будет, мальчик или девочка? А какие у него, не знаю, там уши? А как он двигается? А что он вам показал? А что он вам не показал? Вот это же, я не знаю, для тех, кто к вам пришел, это самое интересное. Не знаю, как для вас. Да, может быть, теперь уже немножко больше население понимает, зачем это все нужно. Поэтому, может быть, недалеко, даже не для половины, это самое важное. Но, да, остается, это одним из первых вопросов, да. Интересное, конечно. Какой пол, совершенно верно. Ну, пол ребенка. Пол ребенка, ну, точно его определить, можно с 16 недель, ну, даже с 15, с половиной недель. Тогда уже, как бы, ничего не поменяется. Предполагать пол мы можем с 10 недель. Но это достоверность, ну, если по автору, это момент 95 процентов. Ну, бывает ли такое, что не показывается ребенок? Ну, не хочет он. Нет? И вот если мы начинаем предполагать пол, то нам нужны достаточно строгие условия для его предположения, чтобы меньше было ошибок. Вот тогда да. Вот это вот применено для вас. Ну, а в дальнейшем, когда уже половые органы есть, ну, по крайней мере, для меня вот такой вот не показывается. Нет. Вам всегда показывается. А что вы с ним разговариваете? Я не знаю, что... Ну, если разговор идет именно про пол, все остальное градусажно. Пол показывается всегда. Да? И без ошибочек? Ну, да. Видно. Все хорошо, отличимо. Ну, понятно. Для меня это как для вас вот новорожденный. Понятно. А, хорошо. Ну, вы же смотрите анатомию. Вы смотрите что-то еще, да? Необходимые там параметры, которые вам нужны. Ну, я не знаю, ребенок отворачивается, убегает. Бывает такое? Да, к сожалению, это бывает часто. С чем это связано, тоже тяжело сказать. Бывает, связываешь это со своим состоянием, с усталостью. Бывает, связываешь это со состояниями женщины. Хотя, наверное, более объективно это связано с состоянием женщины, насколько она настроена на УЗИ. Да? Может быть, даже связано с погодой. Но то, что касается настроя женщин, это, наверное, да, этот момент есть, он важен. Поэтому, в общем-то, на УЗИ нужно настраиваться. То бишь, либо настраиваться на хороший лад, либо не думать про него вообще. Угу. Потому что... Да, наверное, результат будет наиболее оптимальный. Потому что малыш, да, малыш чувствует тревогу мамы, он реагирует на датчик, который, на ультразвуковые волны, которые он прекрасно чувствует. Он даже еще датчик не представил, он уже реагирует как-то. Он воспринимает, он чувствует эмоциями мамы, у него своих еще нет. Он воспринимает как угрозу, он просто начинает уходить. Просто вот как вы отворачиваете от ветра, он точно так же. Группируется и отворачивается, куда-то датчик не поставил, он все равно отворачивается. Вот это беда. Слушайте, нам нужно уже переходить к сюжету, но я все равно задам вопрос, потому что, ну, прямо здесь обязательно должен прозвучать. Не вредит ли УЗИ малышу, если он боится датчика? По поводу вреда. Ну, начнем с того, что во всех специальных аппаратах уже заданы изначальные настройки предельно допустимого излучения. Их уровни на акушерских программах превысить нельзя автоматически. Они ограничиваются, как скорость машины, да, автоматически. Точно так же. Это во-первых. Во-вторых, не существует официальных работ по прямому ряду утрозвука для ребенка. Не было такого. Естественно, они чувствуют это излучение, естественно, есть такое дело. Но польза, которую мы получаем от УЗИ, она настолько несравненно больше того, что мы можем нанести какой-то вред. Дальше. Мы ограничиваем использование утрозвука в ранних сроках, особенно до 6-8 недель, пока не сформированы вот эти органы. Система зачатки их. Да, мы стараемся смотреть это все быстро. Уже в 12 недель мы можем более расслабить. После 16 вообще, но в третьем триместре мы не ограничиваем. Есть, конечно, более такие методы для ребенка чувствительные. Это как доплерометрия. Но доплерометрию мы проводим в более поздних сроках. Иногда женщины просят послушать сердцевого ребенка. Послушать именно в ранних сроках. Ну, вот в ранних сроках на сердце я доплером никогда не стал. Именно вот с этой точки зрения, что нагрузка при доплерометрии гораздо выше, чем в обычном болезни. То есть не существует альтернативы, я уже говорил вначале, методу ультразвука. Не существует на данный момент по информативности и по безвредности вообще. Очень мне не хочется вас перебивать, потому что мне очень интересно вас слушать. Но школа мам у нас сейчас. Давайте посмотрим и вернемся. Первый год жизни ребенка родителям свойственно переживать о темпах и правильности развития малыша. Существуют определенные нормы физического и психического развития детей. К показателям физического развития относятся рост, вес, окружность головы и груди ребенка. К показателям психического развития – умения и навыки, которым ребенок научился в течение того или иного месяца. В первую очередь я бы обратила внимание родителей на отсутствие своевременного комплекса оживления, который появляется у каждого ребеночка по-своему, но уже двум месяцем мы должны его видеть. Он должен улыбаться, он должен уже реагировать на маму, проявлять свои качества. Все остальные, по всем остальным этапам развития все очень размыто. Но своевременно ребеночек должен реагировать улыбкой, проявлять эмоции по отношению к маме. Своевременно все остальные физические качества также должны происходить с определенным, конечно, плюс-минус, но тоже своевременно вертикализация, хождение, процесс, как ребеночек сидит, в какое время сел. Оценка уровня индивидуального развития ребенка раннего возраста – очень ответственная и нелегкая задача. Основой интеграционного пути в организации учебно-воспитательного и реабилитационного процесса для детей в работе специалистов стала мюнхенская функциональная диагностика развития. В своей работе мы в основном используем оттуда знания и требования и ориентируемся. Но не забываем о том, что мы ребеночка ни с кем не сравниваем и даем на появление этих навыков определенное время. Не более месяца, даже меньше. Ребеночек должен своевременно проявить эмоции, своевременно показать улыбку своим родителям. И это основной звоночек, если брать малыша до полугода, это должно быть все-таки к месяцам трем, это обязательно должно быть. То есть комплекс оживления ребеночек должен проявить. Самый важный итог первого года жизни в психологическом плане это формирование образа окружающего мира, базового доверия к нему, базовой безопасности. Еще одна важнейшая веха – формирование привязанности к значимому взрослому. После года уже возникает определенный интерес у малыша, активный, безумно активный познавательный интерес. Но реакция на родителя, взаимодействие с родителем также присутствует. Мы, бывает, говорят, что как хвостик ходит за мной. Вот обращаем на это внимание, что ребенок вступает в коммуникацию. По речевому развитию ближе к году у нас уже появляется мама-папа. У нас есть слоги «ба-ба-ба», «ма-ма-ма», «па-па-па». Все это уже должно появляться, и мы играем с ребеночком в такую игру, как в разговор. Должна появиться перекличка. Младенцу жизненно необходимо чувствовать тепло, любовь и заботу. Это обеспечивает его правильное развитие и способствует формированию устойчивой основы личности. Общение с близким взрослым, телесный и эмоциональный контакт, доброжелательная атмосфера дают ребенку чувство безопасности. О других важных особенностях развития малышей расскажем в следующем выпуске. Артур Аркадьевич, возвращаемся к разговору про УЗИ для беременных. Вы озвучили сроки первого скрининга и второго. Давайте переходить к третьему. Значит, третий скрининг у нас рекламентировано делать в сроке 32-35 недель. Здесь происходит оценка той же анатомии плода, оценка петоплацентарного комплекса, это околоплодовых структур, плаценты, опять-таки шейка, матка, кровотоки. И третий триместр наиболее уязвим именно по функциональной патологии, по присоединению акушерских каких-то осложнений. Поэтому уже анатомия у нас смотрена на первых двух триместров, она уходит у нас как бы на второе место. Хотя, возможно, конечно, по плоду сюрпризы в любом сроке. К сожалению, то, что мы смотрим на УЗИ, мы видим только то, что уже сформировалось. И как бы дать гарантию будущей анатомии нормальной мы не можем. Как вот, мне кажется, ну, 2-3 недели максимум. Дальше уже что-то может поменяться. Не в плане того, что рука была, руки не стало. Нет, рука была, она уже останется. Но органы уже заложились, они растут, и растения могут тоже по-разному. Ну, тем не менее, вы же это наблюдаете, вы это видите, и вы делаете выводы. Да, совершенно верно. И поэтому и нужно УЗИ, что мы корректируем для акушеров-гинекологов. Акушеры-гинекологи уже начинают, да, свою работу, лечение, которое желательно, чтобы достигло эффекта. Если мы правильно ставим диагноз, правильно назначено лечение, мы достигаем эффекта. Безусловно. Скажите, Артур Аркадьевич, значит, обязательные походы на УЗИ, их 3, да? Да, 3. А сколько раз можно делать УЗИ? Вот кто-нибудь, может, хочет прям раз в неделю ходить и любоваться на своего будущего мужа? Ну, наверное, существуют тут некоторые такие принципы, ну, для меня, по крайней мере. Ну, во-первых, в ранних сроках, как я уже говорил, из-за чего я говорил, Явкин, количество УЗИ лучше, и время проведено на УЗИ лучше сократить. По поводу уже после 16 недель, тут мы уже немножко получаем свободу по времени. Здесь, конечно, УЗИ нужно делать ровно столько, сколько это необходимо. То есть если нам нужно выяснить какой-то вопрос, у нас есть какие-то сомнения, мы можем сделать. Столько, сколько нужно. Но делать УЗИ... Столько, сколько нужно врачу. Да, чтобы ответить на вопросы. Либо тревога, та же тревога женщины, она тоже может нанести больше вреда, чем наша лишняя. Понятно. Опять-таки мы оцениваем зло, пользу добру. Ну, еще существуют сроки для УЗИ, которые удобны для нас. Это сроки, которые с 22 недель по 28 недель. Здесь наиболее приятная анатомия плода. Во-первых, он уже созрел психологически, чтобы не истерить. На УЗИ более-менее, а не более спокойно. Да? То есть не убегает уже. Да. И еще не приобрел свою неподвижность, как в третьем триместре. То есть, ну, средненько. Золотая серединка. Анатомия, изображение анатомии прекрасное, самое лучшее. С 22 по 28 недель. Чем дальше до, чем дальше после, изображение ухудшается. Это что касается анатомии. Поэтому пропускать вот эти сроки обидно. Еще есть такой момент, если кто-то вот хочет увидеть на самом деле малыша, вот внешние контуры лица, они наиболее приемлемы для нашего восприятия, для нашей нормы. Потому что, допустим, до 20 недель, они немножко худоватые. То есть на человечка не очень похожи. Ну, немножко напоминают муни. Ну, понятно, да. После 30-ти они напоминают уже хомячков. Прекрасно. А вот в этом вот сроке они как раз-таки вот то, что мы хотим видеть. То, что мы рисуем для себя. Ну, то есть, все равно, как и в любом, я не знаю, в любой медицинской, не хочу сказать болезнь, беременность же не болезнь, правда, но в любом. Это норма. Более того, без этой нормы мы бы вообще… Вот именно, ничего бы не было. Но в любой сфере, связанной с медициной, нужно поступать так, как рекомендует доктор. И просто от того, что мне радостно или там мне хочется, мне интересно ходить там бесконечно на УЗИ и смотреть малыша или там, я не знаю, хочу, чтобы точно-точно все мне сказали, что все хорошо происходит, то и самому себе УЗИ тоже нельзя назначать. Нужно слушать доктора. Я думаю, что не стоит. Иногда бывает, что приходит именно тревога. Но я уже говорил, если уже голова на самом деле болит, тогда лучше сделать и успокоиться. Ну, да. Если, как вы говорите, регулярно ходить, каждую неделю смотреть, любоваться, то, конечно, это не стоит. В конце концов, можно просто сглавить что-то. Вот. Все доктора всегда об этом говорят. Все. Не стоит провоцировать, все хорошо, и удовлетворились, и все. Как я говорил, на 2-3 недели можем давать гарантию поэтому. Это особенно, кстати, акушеры-гинекологи. Всегда. Вот любой ваш коллега, приходящий сюда, всегда вот этот фуфу, всегда есть. Все бывает очень неожиданно. Абсолютно. Мы с вами согласны. Мы с вами абсолютно согласны. Капает на нас случайно. Это точно. Поэтому лучше, конечно, во всем соблюдать золотую середину. Опять прерываю вас, потому что следующая рубрика «Женское здоровье». Давайте посмотрим. Самыми распространёнными патологиями женской половой системы являются заболевания репродуктивной сферы. Каждое заболевание имеет свою характерную симптоматику и первопричину. Сегодня поговорим об эндометриозе. Эндометриоз – это гормональное заболевание у женщин, развивающееся на фоне дисгормональных нарушений, на фоне воспалительных процессов. Вообще, этиология эндометриоза до конца не изучена. То есть есть врождённая направленность, что уже зачатки эндометриоза у женщины закладываются внутриутробно, когда она ещё находится в утробе матери, и уже при развитии гормональных изменений в организме начинают развиваться те либо иные проблемы, очаги. Но, как правило, это всё происходит на фоне гормонального фона женщины, на фоне гормонального сбоя. Эндометриоз может протекать бессимптомно. В таком случае женщину ничего не беспокоит, но у неё могут возникнуть проблемы с зачатием. Обычно патологию обнаруживают при диагностике причин бесплодия. Как правило, эндометриозом страдают пациентки репродуктивного возраста. И основная проблема, с которой они сталкиваются, это отсутствие беременности. Они не могут забеременеть. Уже когда уходят гормоны, уходят эстрогены, уходит работа яичников, в менопаузе мы с эндометриозом не встречаемся. Наоборот, его клинические проявления, они затихают и уходят. Обычной диагностикой эндометриоза занимается гинеколог. Патологию может быть сложно выявить. Она способна маскироваться под другие состояния. Например, воспаление тазовых органов, кисту яичника, синдром раздражённого кишечника или цистит. Диагноз врач устанавливает после сбора анамнеза, жалоб пациентки, осмотра и аппаратного обследования. Есть разная симптоматика эндометриоза. То есть она начинается от проблем, нарушений стороны менструальной функции. И, как правило, это выраженные боли, боли внизу живота. Потому что встречаются ведь как генитальные формы эндометриоза, которые поражают матку, яичники, шейку матки, влагалище, так и экстрагенитальные. Например, эндометриоз кожного рубца, эндометриоз промежности. Мы зачастую сталкиваемся с такими пациентками, они обращаются к нам в наш клинический центр, мы их оперируем, затем назначаем гормональные лечения, потому что без гормональной поддержки, только оперативное, оно абсолютно, как правило, малоэффективно. К сожалению, эндометриозные кисты, у них есть свойство подскрываться, то есть содержимое вытекает в брюшную полость, на этом фоне развивается спаечный процесс, затрагивается кишечник. Почему многие пациентки оперируются в нашем клиническом центре? Потому что мы работаем совместно с хирургами, если есть проблемы не только с стороны яичников, матки, но плюс кишечник задействован, тогда работают ещё наши коллеги, хирурги вместе с нами, кинекологами. Эндометриоз считается хроническим заболеванием. Полностью вылечить его нельзя, но приём лекарств и операции могут убрать симптомы патологии. В целом женщинам рекомендуется вести здоровый образ жизни, проходить профилактические осмотры у гинеколога, по рекомендации врача делать УЗИ органов малого таза, следить за регулярностью менструальных циклов. Артур Аркадьевич, опять мы с вами в студии. Скажите, пожалуйста, очень многие сегодня говорят о 3D-УЗИ, о цветном УЗИ для беременных. Это модно, не знаю, все читают в интернете, все хотят. Насколько вы, как специалист, с какой позиции подходите к этим методам? Хорошо, вопрос понятен. Значит, что касается 3D-УЗИ, ну, таких вопросов на самом деле много возникает. Начнём с того, что 3D-датчиками оснащены большинство современных, более-менее новых аппаратов, которые есть в городе. То есть это не один какой-то аппарат, куда стоит бежать в 3D-УЗИ. Это раз, один момент. Второй момент. Что такое 3D-изображение? Обычный режим, серошкальный. Обычное УЗИ – это 2D. Обычное серошкальное изображение, когда мы останавливаем его, мы получаем снег. Так вот, совокупность этих снимков, обработанная компьютером и построенная в объёмное изображение, есть 3D-УЗИ. 4D-УЗИ – это тот же объём, только в движении. Плюс время добавляется. Ещё одна УЗИ. И устроила уже и 4D-УЗИ бывать. Да, в движении. Просто мы видим внешние контуры ребёнка, вот как мы видим его после рождения, в движении. Это 4D-УЗИ. Да, такое есть. Здесь нужно сделать одну отметку, что если мы получаем плохое изображение в обычном режиме, в 2D, то изображение в 3D у нас никак не улучшится, потому что, как я уже говорил ранее, это совокупность изображений, полученных в 2D-режиме. И наоборот, соответственно, хорошее, значит, по-моему, хорошее 3D. Ну, для 3D-изображения ещё нужны определённые условия, чтобы ничто не прилегало к тому органу, что мы смотрим. То есть вам, как специалисту, скажем, оно больше информации не даст? Есть некоторые методики, которые, да, позволяют нам посмотреть то, что мы не можем увидеть от воды. Но это бывает не столь часто. Понятно. Но это ведь же вы сами об этом скажете, вы сами об этом знаете. Совершенно верно. Но это не само 3D-изображение, это другие режимы, которые позволяют работать с 3D-объёмом изображения. А цветная вот эта история? Цветная, да. Цветное УЗИ. Это, да, это вопросы, которые задают женщины, что такое цветное УЗИ. Вообще, в общем, если подходить объективно, то да, цветное УЗИ существует. Но оно существует в двух вариантах. Первый вариант – это обычные сырошкальные изображения. Мы можем окрасить цвет. На аппаратах есть бежевый, розовый, синий, жёлтый. Там, какой-то фиолетовый. В принципе, это цвет. В принципе, оно воспринимается как цветное 3D. Как цветное УЗИ, да. Воспринимается женщиной как цветное УЗИ. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы не утомлялись глаза операторов. Это сделано, в общем-то, для оператора. Но женщина может восприниматься как цветное изображение. В принципе, она может сказать кому-то, кто-то подхватил и пошло, вот я был на цветном УЗИ. Вот это есть. Это раз. И второе, та же доплерометрия, это метод измерения кровотоков, плода маточных кровотоков, расцвечивает движущиеся объекты, то бишь кровь, в яркие цвета, синий-красный. В принципе, можно сказать, что делать. Ну, фактически, это больше нужно женщине. Его не существует, это не цветной фильм. Ради интереса, чем это необходимо специалисту? Ну, просто давайте скажем, что его просто вот в том понятии, как цветное кино, не существует. Ну, понимаете, ведь, не думаю, что я вам сейчас открою тут Америку. В любом случае, когда женщина идёт на музей, даже там с родственниками, например, ну, это для всех кино. Это для вас очень важная медицинская манипуляция. А для нас это, конечно, кино. А вот фотографии, например, да, вот как вы относитесь к этому фотографии. У этих деток нерождённых. Потом детки любят рассматривать эти фотографии. Иногда получается очень хорошо. Особенно, если удаётся построить вот объём в 3D, то это, конечно, хорошая память. Они очень симпатичные. Они, в принципе, такие же, как после рождения. Вот я говорил, особенно, если в этих вот сроках попадают. Они очень симпатично выглядят, да. И что касается вот особенностей вот чисто внешних у людей, особенностей, то да, они, у них даже выражены ещё сильнее. У взрослого они более-менее нивелируются, к среднему приходят, а у детей они ещё более сильнее. Вот нерождённых детей плодов. В общем, УЗИ – это, безусловно, очень важная процедура, которая, конечно же, нужна врачам. Которая, конечно же, сделает и ход беременности, и жизнь будущего ребёнка, и мамы тоже гораздо проще и легче. Ну, конечно, это то, что для пациентов, скажу так, для людей, не врачей – это загадка, это сказка, это какая-то завеса, за которую можно заглянуть заранее. И это, конечно, удивительно. Вот вы сказали, что это замечательный метод. Это целый мир. И каждый с вами согласится. Это целый мир, на самом деле. Потому что это чудо, которое стало возможным увидеть именно благодаря УЗИ. Спасибо большое за то, что пришли. Время нашей передачи закончилось. Спасибо вам, что пригласили. Наши зрители ещё могут посмотреть нашу рубрику «Жизнь замечательных врачей». А мы с вами с ними попрощаемся. Ни гинекологам, ни хирургам это меня не привлекало. Не хотела ни лор, ни окулистам. Вот терапия. В детстве у тебя очень много желаний, они распространены в пространстве. Но вот как-то мама так тактично и аккуратно направила меня в этом русле. Она сказала, не хочешь ли ты попробовать стать врачом? И как только я поступила в медучилище, я сразу влюбилась в эту профессию. Потом совершенствовалась. В университет я поступила в 1986 году. Это был год аварии на Чернобыльской АЭС. Это было очень много событий и исторических. Ну и вот со мной случился тоже такой, в данном случае, приятный факт, что я поступила в медуниверситет. Мечтала долго, была счастлива. Просто летала над землёй. Не верила сбывшейся своей мечте. Сильный медсостав, прекрасный университет. С нами училось много иностранных студентов. После распределения я поступила во 2-ю горбольницу. Это на Марковщине. Это было первое отделение. Это Плужникова Тамара Андреевна, высочайшего класса специалист. Она была заведующей отделением. И у нас было очень позитивное отделение. И все доктора, у которых был больше стаж, чем у меня работы, все помогали, все объясняли, все, так сказать, позволяли набраться вот этого терапевтического опыта, потому что это сложно и страшно начинать. Но было очень много взаимовыручки, взаимопонимания и помощи от коллег. Потом в третьей поликлинике я работала. Заведующей была Мосина Анна Ивановна. Очень душевный человек, очень знающий, высокого класса терапевт. Терапия – сложное, конечно, направление, потому что диагностика со смешанными специальностями сложная – ревматология, кардиология, пульмонология. Но так получилось, почему-то терапия меня привлекала. Вот увлечься… Еще мне нравилась очень психиатрия, может быть, я об этом думала. Очень интересно мне представляются случаи, которые в начале моей карьеры, когда еще очень мало опыта. Это была первая эпидемия гриппа, когда пациентов много, клиника вся ровная, одинаковая, у всех интоксикация, у всех температура, головная боль и прочее. И вызов поступил в семью, где слегло 5 человек. И до сих пор, не понимая, каким чудом, мне удалось дифференцировать ботулизм. И трое человек из этой семьи попали в реанимацию, все остались живы в этой семье, чем я горжусь. Я очень признательна за то, что мой труд так оценили высоко. Конечно, мне очень приятно, что я признана лучшим терапевтом года. И я также понимаю, что достойных докторов бесконечное множество, их очень много. Но выделили меня, и спасибо за это, я благодарна за это. Мне приятно, мне просто по-человечески приятно. И я счастлива, что мой труд так скромный, труд так высоко оценен. Когда ты видишь благодарные глаза пациента, конечно, получаешь глубочайшее удовлетворение. Если ты не просто помог пациенту медикаментами или обследованием, а помог ему советом, помог ему не бояться его, например, сложного диагноза, пугающего диагноза, и он уходит удовлетворенность в твоего кабинета, конечно, это большое счастье. Субтитры подогнал «Симон»